МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И в Перми форум был. И многие говорят о том, что не хватает методических пособий, не хватает руководства к действию. Все при этом знают, что делать, но иногда не хватает простой систематизации. И эти мероприятия связаны с тем, чтобы упорядочить наши действия, сделать их более комплексными, сделать совместными. Мы поставили себе цель довести охват работы со студенчеством до 50%, чтобы порядка 50% студентов участвовало в той или иной форме студенческой, внеучебной жизни. Это серьезные цифры. Безусловно, сейчас это в лучших вузах теплится на уровне 10%. Чем больше будет вовлекаться, чем больше будут ярких, интересных проектов, ярких, интересных людей, которые эти проекты реализуют, будь то тот же самый проректорский корпус, будь то начальники управления, руководители органов студенческого самоправления, тем лучше и интереснее будет студенческая жизнь. Судя по массовым всероссийским проектам, насытить студенческую жизнь Совету проректоров удается. Парад студенчества, конкурс молодых журналистов «Хрустальная стрела», конференция «Студенческая наука», информационное агентство «Клик» — все это их рук дело. Трудно поверить, что еще несколько лет назад воспитательная работа не была в приоритете развития вузов. Начиная где-то с 2010 года, воспитательная работа стала более интенсивной. Почему? Потому что со стороны Министерства образования и науки Российской Федерации нашла реализацию политика поддержки воспитательной работы, но даже не столько воспитательной работы, сколько студенческих общественных объединений. Известная программа развития деятельности студенческих объединений. Благодаря этому очень многие вузы включились в эту работу и по взаимодействию, не только по реализации студенческих проектов на уровне вуза, но и по взаимодействию между вузами. Проблема воспитания была всегда. Об этом писал Пушкин в записке Николая Первого. Об этом писал у нас выдающийся философ Ильин. А когда в 2012 году Совет Союза Ректоров обратился к правительству включить в закон образования главу о воспитании, она не была включена. К концу 2012 года ситуация стала меняться, и то, что мы здесь сегодня собрались, означает, что мы все понимаем важность вопроса. Участие в семинаре делегации из Абхазии перевело межрегиональную встречу в разряд международный. Несмотря на то, что семинар посвящен российским воспитательным практикам, абхазы рассматривают его как возможность не только набраться опыта в молодежной политике, но и показать свои достижения в студенческих проектах. Тем более, что многие из них проходят с участием российских ребят. Десятки проектов совместных, да, это различные форумы, семинары, круглые столы, это летние лагеря отдыха. То есть, таковая работа ведется, ведется очень интенсивно, что не скажешь о предыдущих годах, так скажем. Да, сейчас вот очень заметный такой скачок в реализации совместных проектов с российскими коллегами и непосредственно с нижегородскими нашими друзьями, коллегами. Сейчас мы считаем своей основной необходимостью вне зависимости от формата продолжать это общение, чтобы и в дальнейшем это дало возможность студентам, молодежи и Абхазии, Нижегородской области общаться, ездить, выстраивать личные и деловые взаимоотношения, как это происходит сейчас с нами, потому что у нас не только рабочие и деловые взаимоотношения какие-то, но и личные, у нас очень много друзей здесь, в Нижнем Новгороде. Внедрение стандарта воспитательной работы со студентами, противодействие экстремизму в молодежной среде, формирование студенческого медиапространства. Эти и другие ключевые вопросы семинара невозможно исчерпать в рамках трехдневной встречи. Руководству вузов и студенческому сообществу вновь и вновь предстоит решать их на деле, в том числе в Университете Лобачевского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова